Добрый день, меня зовут Тони Робинс. Возможно, сегодня я могу поделиться с вами одной-двумя идеями, которые помогут не только составить цели на Новый год, но и пойти дальше этого, к созданию устойчивых изменений в вашей жизни. Вы знаете, что большинство людей вообще не ставит себе цели на Новый год. Почему? Потому что они делали это много раз ранее, и знают, что просто не смогут реализовать их. Поэтому кому хочется себя разочаровывать? Зачем даже пытаться установить себе новые стандарты жизни на Новый год, когда все, скорее всего, останется на том же уровне, как и в прошлом году? Так что же вообще заставляет нас думать о том, чтобы что-то менять? Возможно, это просто традиция думать об этом в начале года. Однако есть что-то глубже, чем просто традиция. Что-то внутри нас побуждает хотеть изменить вещи к лучшему. Календарь дает нам возможность начать что-то заново и достичь успехов в Новом году. Однако мы должны научиться использовать его эффективно. Так пусть календарь послужит нам сегодня. Единственная вещь, которая может сделать нас счастливыми, как в предстоящем году, так и в следующие десятилетия, это постоянное ощущение прогресса в нашей жизни. Простой принцип, о котором я рассказываю на своих семинарах, который я хотел бы напомнить. Вещи, все то, что мы приобретаем, не сможет сделать нас счастливыми. Не важно, что вы получаете, деньги или возможности. Радость от них кратковременна. Даже отношения, какими бы прекрасными они ни были, могут вдохновлять нас только определенное время. Но если вы не будете развивать эти отношения, они не будут оставаться такими же яркими. Секрет к настоящему счастью заключается в прогрессе. Прогресс равен счастью. Если мы сможем добиваться прогресса регулярно, мы сможем ощущать полноту жизни. Вот почему в начале года мы говорим себе, «Все, я начну все заново. Я действительно могу сделать то, чего жаждет моя душа. Я могу улучшить, я могу изменить». Или, может быть, даже лучше сказать, «Я могу добиться прогресса». Вы знаете, прогресс придает изменениям жизненности. Ведь нам, в принципе, не нужно работать над изменениями. Люди часто говорят, «О, я работаю над изменениями». Не беспокойтесь, вам не нужно работать над изменениями. Они придут сами собой. Ваше тело изменится с течением лет. Хотите вы этого или нет. Экономика изменится. Погода изменится. Взаимоотношения изменятся. Все в жизни постоянно изменяется. Вам не нужно работать над изменениями. Изменения произойдут автоматически, а вот прогресс нет. Поэтому, если вы действительно хотите добиться прогресса, вам нужно взглянуть на вашу жизнь по-другому. Вам нужно сказать, «Мне необходимо взять контроль над этим процессом», а не просто надеяться, что события произойдут сами собой, как это делает большинство людей. Ведь они говорят, «Я даю себе обещание достигнуть таких-то целей в этом году». Но фактически речь идет просто о списке их желаний. Они надеются, что эти желания исполнятся, они называют их целями. Хотя они не представляют, что такое цель в действительности. Цель – это когда вы приняли твердое решение. Вот то, как это будет. Когда вы полностью исключаете любой другой вариант развития событий. Это как в старой поговорке. Если хочешь взять остров, сожди лодки. Ведь если вы сожжете лодки, назад пути уже не будет, и вам придется найти способ, как заставить вещи работать. Большинство людей, когда они видят, что планы не сбылись, они расстраиваются. Но они очень сильно. Ведь не так уж много было поставлено на карту. Так что же позволяет успешно создавать устойчивые изменения в нашей жизни? Не просто обещания на Новый год, но действительно долгосрочные изменения. Прежде всего, необходимо иметь видение. Видение того, чего вы действительно хотите, а не того, что неплохо было бы иметь. Некоторые люди говорят, «Мне нужно перестать есть сахар». Или «Я брошу курить». Или «Я скину 5 килограмм». Проблема с этими решениями в том, что они не очень вдохновляют. Они не говорят вам, что вы в итоге получите, а вместо этого сводятся к тому, что не нужно делать. И с этим сложно двигаться вперед. Видение, которое действительно работает, это то, которое вдохновляет вас. Если вы говорите, «Моя цель на эту неделю, месяц – потерять столько-то килограммов», то это, в принципе, неплохо. Но не очень убедительно. Видение должно вдохновлять. Оно должно иметь силу подталкивать вас. Не то, что вам нужно заставлять себя делать. Есть два вида мотивации. Пуш – сила нажима. Требует силы воли. А сила воли не безгранична. И пул – тянущая сила. Это когда есть что-то привлекательное, вдохновляющее, что вы желаете так сильно, грезите об этом, что вам не хочется ложиться спать, и вы встаете рано утром и поднимаетесь к новой вершине. Вот такое видение имеет реальную силу. Однако его не всегда легко создать. Вот одна из причин, почему мы проводим тренинги с большим количеством людей. Ведь некоторые могли бы сказать, «Можно же просто почитать книгу». Однако все совершенно по-другому, когда вы попадаете в среду с другими людьми, находящимися в пиковом эмоциональном состоянии. Это как на спортивном мероприятии, когда вокруг вас на стадионе ревет 50 тысяч человек. Внезапно появляется особое воодушевление, другой уровень накала эмоций. Цель тренинга – в создании эмоциональной интенсивности. В таком состоянии люди способны создавать более воодушевляющее видение, чем если бы вы сидели на стуле и сказали, «Ну что там с моими планами на Новый год?» Особенно если это происходит на следующий день после праздника, а тут еще футбол начинается. Скорее всего, сложно будет сфокусироваться, найти в себе энергию, которая будет подталкивать вас в течение всего года. Поэтому очень важно создать вдохновляющее видение, которое будет притягивать вас. Также, наряду с видением, должны быть достаточно серьезные причины, из-за которых вы будете продолжать двигаться, когда появятся трудности. Это то, что большинство людей не осознает. Они просто говорят, «Я хочу делать то-то». Это не очень сильно вдохновляет, но и что важно, не содержит серьезных причин, которые подталкивали бы к мечте в тот момент, когда появятся неизбежные препятствия, когда вы чувствуете голод во время диеты, когда у вас не хватает времени, чувство стресса, а вы еще не занимались в зале, хотя это нужно сделать, когда в экономике проблемы, и то, что вы планировали сделать, не срабатывает, и вы сдаетесь вместо того, чтобы найти другой способ достичь цели. Однако, вы не позволите чувству страха побороть вас, если у вас есть серьезные причины. Такие причины могут быть как положительными, так и отрицательными. Например, «Если я этого не сделаю, то это мне будет стоить того-то», или «Если я сделаю это, то вот чего я добьюсь в своей жизни». Вначале идут причины, ответы приходят потом. Если у вас есть вдохновляющее видение и серьезные причины, они проведут вас через трудные времена. Вы сможете делать вещи, которые и другие не смогут, вместо того, чтобы отступиться. Даже если вы сбились с пути, вы сможете вернуться на него. И я уверен, вы делали уже это много раз в своей жизни. Я не рассказываю сегодня что-то особенное. Я просто напоминаю то, что вы уже знаете. Для того, чтобы достичь прогресса, необходимо, во-первых, вдохновляющее видение, во-вторых, серьезные причины побуждающих действий. Третий шаг. Вам нужно повторять и размышлять об этом каждый день. Случалось ли у вас когда-то в жизни, когда вы что-то так сильно хотели, что не могли перестать думать об этом? Возможно, это было продвижение по карьере, взаимоотношения, машина, что-то, чем вы были одержены. Вы даже не знали, как это реализовать, но это было настолько притягательно, что вы продолжали думать об этом каждый день, представлять, ощущать это. И вдруг вещи начали происходить. Внезапно в вашей жизни появились люди, сложились ситуации. В итоге это событие произошло. И вроде бы не было особого плана, но оно стало настолько большой частью вашего фокуса и сильным эмоциональным переживанием, что вы стали замечать любые вещи, имеющие отношение к этому событию. В нашем мозгу есть участок, который называется ретикулярная активационная система. Раз. Эта часть мозга определяет, что мы способны замечать в окружающем мире. Например, если вы покупали когда-то определенную модель машины или фасон одежды, внезапно вы начинаете замечать такую машину или одежду повсюду. Это происходит потому, что раз, знает, что теперь это важно, и это часть вашего мира. Аналогично, когда вы ставите себе цель, имейте четкое видение, веские причины и обращаетесь к ним регулярно. Эта часть мозга говорит, все, что относится к этому и помогает достичь цели, мне необходимо замечать. И в этом заключена большая сила. Иногда люди дают себе какое-либо обещание на Новый год, решают, чего они хотят, но у них нет воодушевляющего видения, нет серьезных причин, и они не фокусируются на этом до тех пор, пока не заметят, что событие, которого они ждали, фактически не произошло. Это происходит, поскольку они не приняли твердого решения. Если вы приняли твердое решение, у вас есть видение, которое воодушевляет, вы обращаетесь к нему каждый день, представляете его, чувствуете его, то тогда вы сможете реализовать его. В чем же заключается основа создания долгосрочных изменений? По сути, это повышение стандартов жизни. Я всегда говорю людям, если вы хотите изменить свою жизнь, ответ заключен в трех словах. Повысьте ваши стандарты. Звучит банально, не так ли? Да, спасибо тебе, Тони, за это откровение. Я рад, что убил время, смотря этот идиотский ролик. Но задумайтесь вот о чем. Долгосрочное изменение существенно отличается от обычной цели. Вы не всегда достигаете своих целей, но всегда воплощаете свои стандарты. Подумайте о том, что люди всегда делают в жизни то, что они должны делать, а не то, что им следует делать. У большинства людей есть список того, что им следует сделать. Следует сбросить вес, следует больше заниматься в зале, следует делать больше звонков, следует выучить язык, следует вести себя более уверенно, и так далее, что бы то ни было. Людям нравится иметь такие списки. Но это то же самое, что новогодние обещания. Если это произойдет, это здорово. А если нет, как в основном и бывает, печально, но ведь вы как бы и не так сильно рассчитывали на это. С другой стороны, если вы решили, что вы действительно должны это сделать, это абсолютно необходимо, то тогда вы отсекаете любой другой вариант. Вы говорите, я найду, как этого добиться, чего бы то ни стало. Подумайте о примерах из вашей жизни. Бывали ли у вас ситуации, когда вы подняли ваши стандарты и тем самым изменили вашу жизнь? Может быть, когда вы курили сигареты или делали что-то иное в течение нескольких лет, при этом пытались прекратить это, говоря себе, не следовало бы это сделать. Но в один день вдруг что-то произошло, что-то как будто переключилось, произошел переломный момент, и вы сказали себе «Все, хватит!» И с этого момента все пошло по-другому. И что-то внутри вас изменилось. То, что когда-то называлось «следует», стало называться «должен». И вы уже никогда не возвращались к прошлому. Бывали ли такие случаи у вас в жизни? Есть одна вещь, которую я осознал, работая в течение 33 лет с 4 миллионами людей из 100 стран. Это то, что люди ведут себя в абсолютном соответствии со своим представлением о себе. Если вы мне скажете «Я приложу усилия, я буду работать над тем, чтобы бросить курить». Но вообще-то я курил всю свою жизнь, и по натуре я курильщик. Я пойму, что недалек тот день, когда вы опять вернетесь к своим сигаретам, потому что наше поведение соответствует нашему представлению о себе. Самое сильное качество человеческой личности – это потребность соответствовать тому, как мы сами себя представляем. Если вы определяете себя как человека консервативного, то вы не будете совершать бесшабашные поступки, если только вы не под воздействием алкоголя или чего-то еще. Правда, в этом случае можно все свалить на алкоголь. Хотя на самом деле, возможно, это ваша натура пытается быть собой, а алкоголь – это только предлог. Если же вы человек безрассудный, то вы совершаете сумасшедшие поступки, ведете себя как игрок. Вы не действуете консервативно, просто потому что вы не такой. Очень часто люди говорят, «Я не могу это сделать, я просто не такой человек», на что я отвечаю, «Правда?» А когда вы определили, какой вы человек? Сколько лет назад вы решили, что вы можете или не можете сделать в этой жизни? Сколько лет назад? Большинство людей действует на основе стандартов, наборов представлений, сложившихся 10, 20, 30 лет назад. Очень часто в новости мы принимаем решение о том, во что верить по отношению к своим возможностям, что мы представляем собой как личность, и это становится стеклянным потолком, который ограничивает нас. Есть одна метафора, хоть и банальная, но весьма верная. Помню, однажды мы ходили с семьей в цирк, где был огромный слон, привязанный тонкой веревкой за шею к колышку, воткнутому в землю. Вы смотрите на него и понимаете, что этот слон мог бы, не напрягаясь, смести весь тент. Однако он даже не пытается этого сделать и стоит с миром. Почему? Потому что он находится под силой внушения. Он подвергается такому внушению еще в детстве, так как тренирует, когда он еще мал и не обладает силой, ему надевают нашу большую веревку и привязывают к огромному столбу. слоненок сопротивляется, бьется и бьется, пока в итоге не решает, что он не способен вырваться. И как только это становится частью сознания кого-либо, слона в данном случае, они больше не пытаются, просто я таков, какой я есть, просто такова моя жизнь. Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на любой аспект вашей жизни, где есть ограничения, и задали себе вопрос, когда вы согласились принять это ограничение? Может быть, вы и не видите ограничения, но вы просто думаете, что вы тот, кто вы есть? Очень часто мы адаптируемся вести себя определенным образом, чтобы мы нравились людям или люди уважали нас, но это не значит, что мы действительно такие. Радость приходит, когда люди действуют спонтанно. Сложно быть действительно счастливым, когда вы не бываете самим собой. Многие из нас не имеют представления, кто мы есть на самом деле. Поэтому большая часть моей работы во время семинаров заключается в том, чтобы заставить людей делать вещи спонтанно, без раздумывания, поскольку в такие моменты проявляется ваше настоящее «Я». Когда вы соединяете со своим «Я», внезапно появляется энергия для того, чтобы вы установили более высокие стандарты качества в вашей жизни. Говоря о стандартах, о том, что мы должны делать, вместо следовало бы делать, подумайте о примерах из вашей жизни. Я знаю, в вашей жизни есть области, где в какой-то момент вы просто мобилизовались, подняли стандарты, и ваша жизнь изменилась. Мы живем так, как верим, кем мы являемся. К примеру, взгляните на ваше тело. Ваше физическое тело сегодня – это абсолютное отражение единственной вещи, не ваших целей, не желаний, но ваших стандартов, той личности, кем вы себя считаете. Если ваш стандарт, что вы атлет, то в вашем теле есть сила, тонус, энергия, которые доступны регулярно, поскольку вы – тот, кто вы есть. И вы делаете все, что необходимо, чтобы поддерживать себя в этом состоянии. Еще раз, самая мощная сила человеческой личности – это потребность быть тем, кем мы себя видим. Как только что-то становится частью вашей личности, ваш мозг находит способ, как сохранять вас в этом состоянии. Если вы говорите, «У меня лишний вес, но он у меня был всегда, у меня широкие кости», если это та история, которую вы себе рассказываете, вы всегда найдете способ, как вернуться туда. Это ваша точка покоя, это часть вашей личности, это то, что вы себе внушили. На своих семинарах я иногда спрашиваю аудиторию, «Кто занимается пять раз в неделю и более?» Пожалуйста, встаньте. Вы смотрите на людей и заранее знаете, кто занимается пять раз в неделю, потому что вы видите их тело. Невозможно получить результат без действия, без определенной формы ритуала, привычки. Ритуал – это действие, которое вы совершаете систематически. Думаете, что у тех людей, которые занимаются пять раз в неделю, времени больше, чем у вас? Или у меня? Или у кого-то еще? Конечно, нет. Меньше ли они загружены делами? Конечно, нет. Просто для них это необходимость. Я не говорю, что вам нужно заниматься пять раз в неделю. Я просто говорю, что бы вы ни желали, помните, что желания не выполняются каждый раз, а вот стандарты выполняются. Например, вместо маловдохновляющей цели сбросить пять килограммов, что если бы ваше видение было вернуться в боевой вес в этом году, в следующие 90 дней, в этом месяце я трансформирую свое тело, я поставлю себе задачу, найду новую технику или стратегию, которых миллион, которые помогут изменить меня. Я хочу чувствовать себя моложе, сильнее, ярче, чем когда-либо. Мне нужна энергия, чтобы изменить мою жизнь, потому что вокруг полно проблем, и мне нужна огромная сила, чтобы справиться с ними. Если я добьюсь этого, я хочу подойти к зеркалу и засмеяться, оглядеться и сказать, «Да! Я горд тем, чего я добился!» Подойдет все, что заставляет вас смеяться, улыбаться, дразнит вас, помогает достичь нового уровня. Если вы сформулируете новое представление о своих качествах, будете думать об этом каждый день, и это станет стандартом того, как вы живете, вы найдете способ, как воплотить этот стандарт в реальности. С деньгами то же самое. Подумайте о том, что на самом деле не так важно, что происходит на рынке в этом квартале и в следующем. Те люди, которые делают деньги, находят способы, как их делать, несмотря ни на что. Не так ли? Для большинства людей стандарт – это оплачивать свои счета. Это то, что люди находят способ делать даже во время экономических потрясений. Стандарт определенных людей – это не только оплачивать счета, но и помогать своим родственникам или друзьям. Они находят способ, как это сделать. Возможно, вы знаете семьи, которые оплачивают свои счета, они работают изо всех сил. И есть кто-то, мать или отец, кто заболевает. И ни у кого из родственников нет достаточно денег, чтобы о них позаботиться. У них тоже нет. Но тем не менее, они находят способ, как найти эти деньги и оказать помощь матери или отцу. И при этом оплачивать свои счета. Раньше они не могли бы это сделать. Почему? Потому что ситуация заставила их поднять стандарты. Хотя не все так делают. Возможно, у кого-то в семье даже есть достаточно денег, и они все равно не заботятся о своей матери. Все сводится к внутренним правилам, мои друзья. Изменение вашей жизни это изменение внутренних правил игры. Мы не можем контролировать внешний мир, но у вас есть абсолютный контроль над вашим собственным миром. Если вы узнаете, что влияет на вас, на ваше «я», и научитесь управлять этим, то это позволит изменить вашу жизнь. Может быть, это звучит упрощенно, но, скорее всего, это правда. Кто-то однажды сказал, можно взять все деньги в мире, забрать их у всех, у самых богатых, успешных и бедных людей, и разделить их поровну. И через короткий промежуток времени деньги вернутся в руки успешных людей. Не потому, что они манипулируют, но потому, что у них есть внутренние стандарты. Если вы хотите изменить вашу жизнь, я скажу вам еще один важный секрет. Бывало ли у вас такое, когда вы говорили себе, «Я изменю свои стандарты, я заработаю столько-то денег, я перевоспитаю своих детей, я создам прекрасные отношения, я изменю свое тело». Но вы не сделали этого, потому что вы не подкрепили свои стандарты тем, что делает их реальными, а именно ритуалами. В ритуалах заключена огромная сила. Если вы слушали мой курс Ultimate Edge «Предельное преимущество», вы знаете, что наша методика заключается в том, чтобы взять все те огромные задачи, которые стоят перед вами, и разбить их на маленькие шаги. Вы выполняете ежедневные небольшие задания, с помощью которых вы набираете энергию момента, что облегчает вам движение вперед. Вы не перегружены. Вы добиваетесь побед в малом, день за днем. В программе Ultimate Edge мы рассказываем об упражнении «Час силы» «Aura of Power». Когда вы фактически делаете эмоциональное внушение себе с помощью пары небольших ритуалов, в результате, несмотря на то, что происходит в окружающем мире, вы чувствуете прилив сил. И это не фальш, не накачка. Это идет изнутри вас, и это работает. Ритуалы определяют нас. Подумайте о том, что все результаты в нашей жизни вызваны вашими ритуалами. Все начинается со стандартов, которые воплощаются в ритуалах. Например, если вы находитесь в хорошей физической форме, у вас совсем другие ритуалы по сравнению с тем, если бы вы были в плохой физической форме. Если у вас лишний вес, мы оба знаем, что ваши ритуалы совсем другие, чем у человека, который следит за собой. Совершенно другие. Когда вы встаетесь с утра, что вы делаете прежде всего? Если вы подтянуты, ваши кроссовки под рукой. Неважно, как вы себя чувствуете. Вы надеваете обувь и идете на прогулку, пробежку, зарядку. Если же у вас лишний вес, у вас совершенно другой ритуал. Вы можете переворачиваться несколько раз, выключая будильник. Потом вы встаете и выпиваете свой крепкий кофе, успеваете зайти в Старбакс или другое кафе, или съесть свою сладкую плюшку, что бы то ни было, но это совсем другой ритуал. Если у вас прекрасные семейные отношения, у вас не такой ритуал, когда вы приходите домой, чем если у вас плохие отношения. Когда вы приходите домой, что вы делаете прежде всего? Проверяете почту? Читаете новости? Переписываете с кем-то? Или вообще не приходите домой? Когда я изучаю успешных людей, я пытаюсь понять, какие стандарты они устанавливают для себя, и каковы те небольшие ритуалы, которые их отличают. Ведь успех и неудача фактически не являются результатом огромных событий, которые случаются ни с того, ни с сего. Вы не становитесь успешным внезапно или не сталкиваетесь с катастрофическим событием, в результате которого терпите поражение. Хотя это может и выглядеть так, но поражение складывается из маленьких вещей. Это нежелание сделать звонок, перепроверить, сказать извини, делать вещи, которые не хочется. Все эти маленькие поражения происходят день от дня, до тех пор, пока не случается то самое катастрофическое событие, которое вы потом и обвиняете. Но ведь оно случилось потому, что вы упустили все те мелочи ранее. Вы согласны? Так же и успех. Он не приходит мгновенно. Он состоит из всех тех мелких вещей. Успех – это способность иметь видение. Успех – это способность сделать его вдохновляющим, иметь серьезные причины для его реализации. Успех – это осознание, что я здесь для того, чтобы расти. Я здесь для того, чтобы дать миру нечто большее, чем просто я. Успех – это забота о других людях. Успех – это звонок, чтобы сказать, «Я тебя люблю» без всякой причины или отправка сообщения, которое изменит ваши взаимоотношения. Этот ритуал делает что-то веселое, игривое или удивляющее. Сколько взаимоотношений сегодня мертвы, потому что в них не осталось ритуала удивлять. Вам нужно иметь свои ритуалы, какие-то прикольные вещи, которых нет у других, то, что даст вам жизнь лучшую, чем у других. Все эти мелочи – вот из чего складывается успех. В бизнесе – это достижение такого результата, который другие представить себе не могут, чтобы люди говорили, «Вот это да, я хочу делать бизнес с этим парнем». Это справедливо для любой сферы вашей жизни. Если вы смотрите на кого-то успешного и думаете, «Вот это здорово, да он просто гений». Помните, люди получают признание на публике за то, что они практикуют годами наедине. Мне иногда говорят, «Как это может быть, что у тебя нет никакого текста? И ты-то можешь говорить в течение трех дней и ночей и стал как будто наполнен электричеством? Невероятно! Это как рок-концерт! Как ты это делаешь? Откуда столько уверенности?» Вы знаете, это не уверенность, это просто опыт. Но я работал очень много за занавесом и до сих пор делаю это, чтобы все шло как следует. Начиная с 17 лет и по сегодняшний день я никогда не выхожу на сцену, не приведя себя в абсолютно пиковое состояние. Вы знаете, бывают дни, когда болит горло, у меня есть трудности, мой отец только что ушел из жизни, но мне все равно нужно выступить, потому что мой стандарт – это отдавать себя полностью каждый раз. каждый раз должен быть лучше. Это не эго, это просто мой стандарт. Я уделяю много времени подготовке. Я размышляю, собираю новую информацию, узнаю, в чем люди нуждаются, провожу время с клиентами, смотрю, что происходит, и перед тем, как выйти на сцену, у меня есть маленький ритуал, чтобы привести себя в пиковое состояние. Я начал делать это в 17 лет. Я повторяю громко несколько фраз, как заклинание, чтобы сделать внушение своему сознанию и телу. Я приказываю своему подсознанию направить меня и дать мне силу, эмоции, юмор, что бы то ни было, чтобы помочь этому человеку изменить свою жизнь сейчас. Я начинал с одного человека, когда работал один на один. Я мог повторять эту фразу в течение 45 минут, пока ехал на своем фольксвагене для проведения тренинга в начале своей карьеры. Сегодня я говорю не этому человеку, а этим людям, когда вхожу в зал с 10 тысячами человек и выступаю 50 часов и делаю это каждый раз, когда возвращаюсь на сцену. Это ритуал, ритуал вхождения в пиковое состояние. Пиковое состояние не приходит просто так. Так же, как великие идеи, которые не сваливаются на вас, вам нужно преследовать их. Я беседовал с Майклом Джорданом и никогда не забуду, как на пике его карьеры я пришел посмотреть его финальную игру и провел с ним потом какое-то время. Это была удивительная игра. Он величайший баскетболист из когда-либо живших. И я спросил его, что же отличает тебя, Майкл? Что это? Это талант, способности, навыки. Что это? Он сказал, знаешь, Тони, я скажу тебе прямо, и я не пытаюсь скромничать. У меня действительно много врожденных талантов, навыков. Так же я очень много напряженно работаю. Но в основе всего мои стандарты. Каждый день я требую от себя больше, чем кто-либо мог ожидать. Я не соревнуюсь с кем-то другим. Я соревнуюсь с тем, на что я способен. Хм, волшебная формула. Многие из нас занижают свои стандарты. Зачем? Потому что с кем мы проводим время, мои друзья, теми мы и становимся. Одна из основных причин того, почему я стал ходить на семинары, когда мне было 17 лет, это то, что вокруг меня не было никого, кто мог бы служить примером для подражания. Я мог почитать об интересных личностях, но общаться с ними, находиться в их среде, это совсем другое дело. Если вы общаетесь с людьми, имеющими низкие стандарты, вам нет необходимости соревноваться с ними. Вам не нужно менять свою жизнь. Все, что нужно сделать, это найти кого-то с более низкими стандартами, и вы чувствуете себя сравнительно хорошо. Но если вы испытываете такое хорошее ощущение, это иллюзия. Единственная вещь, которая сделает вас счастливыми, друзья мои, в этом году и во всех остальных, это способность сделать шаг вперед, поднять свои стандарты, чтобы открыть, на что вы способны, и почувствовать эту невероятную энергию преодоления того, что вас удерживает, и познать другую сторону вашего истинного «я». Посмотрите на мировых лидеров в чем-либо. Тайгер Вудс. Каково его видение? Выиграть чемпионаты мира по теннису? Нет. Быть лучшим в истории. Вот его видение. Вот что интересно. Он подкрепляет это видение своими ритуалами. Если у вас есть просто видение и нет ритуалов, перестаньте себя обманывать. Его ритуалы – это вещи, которые никто раньше не делал. Он начал заниматься тяжелой атлетикой. Гольфист, поднимающий тяжести, не может быть. Он решил изменить свой свинг, когда он был лучшим в мире, потому что он осознал, если хочешь быть лучше в истории, придется изменить свой свинг. Казалось бы, какой смысл в этом, если ты и так лучший? Но он перетренировал себя, потому что у него были не такие ритуалы, как у других гольфистов. Теперь множество спортсменов копирует его, чтобы стать лучше. Удивительно. Посмотрите на Майкла Фелпса. Этот пловец выиграл 8 золотых медалей на Олимпиаде 2008 года. Вы помните тот момент, когда он только что завоевал седьмую медаль, был истощен и готовился к самому финальному заплыву? Как же он выиграл? Одна сотая секунды. Вы думаете, это был мощный навык, который привел его к этому? Или это был его стандарт, который говорил, я чемпион, никто не заберет у меня этого? И каким-то образом он заставил себя обойти своего соперника на одну сотую секунды. Знаете, что позволило Майклу Фелпсу прийти к этому моменту? Это его ритуалы. Почитайте биографию этого парня. Большинство пловцов занимается тяжелыми тренировками. Он же делает две или три тренировки в день. Вначале другие пловцы думали, что у него с головой не в порядке. Ты перетренируешься. Ты не можешь этого делать. Это физически невозможно. Но у него были стандарты и ритуалы, чтобы подкрепить их. Вот вам мое финальное послание. Не позвольте этому году быть похожим на предыдущий. Даже если прошлый год был прекрасным, все равно, пусть будет по-другому в новом году. Поднимите ваши стандарты. Откройте для себя прекрасные и необыкновенные аспекты жизни, которые вы еще не познали. Вы не сможете быть счастливыми, если только не будете изменять вашу жизнь к лучшему. Счастливыми нас делает не то, что мы приобретаем, а то, кем мы становимся. И что мы способны отдавать по мере того, как приобретаем сами. Ощущение личного вклада создает глубочайшее удовлетворение. Вот мое задание для вас, если вы хотите, конечно. Если вы хотите перейти от разговора к действию, сделайте следующую очень простую вещь. Подумайте, какую область в вашей жизни вы бы хотели изменить прямо сейчас? Какую область важно изменить? Ваше тело прекрасно, как насчет карьеры. С карьерой все в порядке, как насчет взаимоотношений, интимных особенно. Или ваших отношений с создателем, духовная сторона жизни. Или ваши финансы. Определите область, которая важна для вас. Опишите реальную картину в этой области сейчас, настолько детально, насколько возможно. Вы можете сказать, у меня излишний вес 7 килограмм. Или процент жира такой-то. Или я просыпаюсь разбитым с утра. Напишите правду о том, как это есть сейчас. У меня нет отношений, мне хотелось бы их завести, но я не могу найти никого. Мне кажется, всех хороших уже разобрали. Или мне нужны взаимоотношения с Богом. Или я хочу избавиться от отношений, я планирую побег. Или у нас прекрасные отношения друг с другом, но не хватает страсти. Просто напишите правду о том, где вы сейчас. Второй шаг. Будьте честны с собой. Каковы ритуалы, которые привели вас к этому? Ведь какие бы результаты вы не получали, даже если они вам не нравятся, есть определенные ритуалы, которые держат вас там. Есть ритуалы того, что вы едите или не едите. Как вы двигаетесь или не двигаетесь. Как вы спите или не спите. Есть ритуалы для достатка разнообразия, остроты, или энергии, или фокуса в этой области. Есть что-то, что вы делаете. И обычно это не одна вещь, а множество мелких вещей. То, что мы делаем постоянно в тот момент, когда мы задумываемся о новых отношениях, о том, чтобы начать тренироваться, о деньгах. Вы приходите в состояние подавленности. Вы начинаете думать о всех тех вещах, которые не можете контролировать. И вот вам третий шаг. Что вы хотите? Каково ваше видение? Опишите его детально. Я хочу вернуться в мой боевой вес. Я хочу чувствовать себя сильнее, чем когда-либо. Что угодно. Опишите четко. И затем последний шаг. Четвертый. Каковы ритуалы, которые обеспечат вам достижение видения? Что вам нужно делать по-другому каждое утро, чтобы иметь необходимый уровень энергии и силы? В какие дни вы будете тренироваться? В какое время? Ритуалы – это то, что вы делаете постоянно. Обычно в определенное время, когда это становится автоматическим. Сила воли не безгранична, но ритуалы будут длиться всю вашу жизнь. Я уверен, что в вашей жизни есть ритуалы, которые вы делаете уже много лет. Даже если некоторые из них не приносят пользы, я просто прошу вас, разбудите себя. Если вы хотите новую жизнь, не ждите 1 января. Начните сегодня. Начните с этого короткого видео. Просто посмотрите, что произойдет, и вы увидите, как это легко начать всего несколько новых ритуалов. Не хватайтесь за все. Попробуйте 2-3 новые вещи. Вы почувствуете энергию момента. Как только вы дисциплинируете себя в одной области, вы увидите, что вы начинаете это делать и в других областях. Я всегда напоминаю людям, что в жизни есть два вида боли. Боль дисциплины и боль сожаления. Как говорит один мой хороший знакомый, дисциплина весит граммы, а сожаления тонны. Так не стоит сожалеть. Поэтому прямо сейчас, что вы хотите изменить, как это сейчас выглядит, какие ритуалы привели вас к этому, что вы действительно хотите, какие ритуалы позволят достичь этого. И заставьте себя начать несколько новых действий и закрепите их привычкой. Если я могу вам как-то помочь, мы, как компания, всегда готовы поддержать вас. Приходите на наши мероприятия, высылайте внутреннюю энергию, или получите бесплатную сессию коучинга, или, если вы посмотрите на сайт и сможете выбрать подходящий продукт, или не делайте ничего с нами вообще, но сделайте с кем-то другим, начиная с вас. Если вы измените себя, то никакие деньги или похвалы от других людей не смогут сравниться с ощущением гордости за то, что вы возвращаете контроль над вашей жизнью, или за то, что вы выявили и без того прекрасную жизнь на новый уровень. И как только вы сделаете это, у вас появится что-то, чем можно поделиться с другими людьми, будь то ваши дети, семья или друзья. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное. До встречи. Надеюсь, иметь возможность увидеться с вами скоро. Живите на полную силу. Живите за страстью. Благословит вас Бог. С Новым годом. Перевод Ильи Нилова С Новым годом. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...